Вечером, в среду, после обеда, сон для усталых, хмурых людей, мы приглашаем тех, кто и чай, в дикие джунгли, скорее. Приветос, Амигос, ну что, пошли закончим уже этот Uncharted 4. Вон этот корабль Генри Эвери, но, честно говоря, я ожидал от корабля, этого, властелина всех пиратов, что-нибудь, ну, более масштабного, что ли. И уж точно, как это, не ожидал увидеть на корабле, на пиратском, по золоту, в таком количестве, посмотрите, все. Как-то слишком нарядно и празднично, по-моему, для пиратского флагмана. Он должен напоминать, ну, сортир с парусами, по-моему, иначе это уже не пират, не пиратский этот, а какой-то гейский кабак. У нас вот, кстати, нет. У нас есть кабаки, которые оформлены в стиле корабля, но, слава богу, они не гейские. Там в 90-х очень даже не геи тусили в кожанках. Ох ты, бля, он еще и стреляет. А, нет. Сэм, а что сразу Сэм там? Как будто вот ты не видел, как туда сейчас люди поплыли. Причем корабль, он, ну, не такой большой, там, друг друга потерять-то невозможно. Плотность населения, даже если там всего 5 человек, то это уже хорошая плотность. Эй, ну что тут, поднырнуть надо, что ли? Ну, камон, давай ты. Да, Нейтан давно не какал, а говно не тонет, я уже говорил. Что это такое? А, это. Растра отвалилась, или какая-то. Носовая фигурка. Видимо, надо прям по обшивке залезать. А, ну, корабль только для этого и взорвался, видимо, чтобы Дрейк сюда залез. А, это тот наемник, который, который принял сторону Рейфа. Эвари заминировал все, заминировал корабль. Пипец. Я у кого не спрашивал, никто так и не понял, как работали взрывающиеся мумии. Я представляю, что здесь будет взрываться сейчас. Черт. Что-то как-то больно тихо. При этом всего один ряд пушек. Ну, кого мог затопить такой пиратский отстойный корабль? Мы же все играли в Блэк Флаг, мы все играли в Корсары. Мы знаем, что такое долбанный манавар правительственный, у которого там четыре ряда орудий. Вот и сокровище. А вы уверены, что это тянет на 400 миллионов? Во Властелине Колец под жопой у Дракона, по-моему, побольше была кучка. Не знаю, я ожидал чего-то прям вообще эпичного какого-то клада. Прям, бля, всю игру ходил от подсказки к подсказке, весь мир объездил. И тут я вижу, ну, золотые монетки, которые жиденько разбросаны по полу. Кувшины, графины, какие-то, бля, вазы. Посмотрите, реально, здесь из золота только вот эти вот... А, вон слитки еще на полу есть, да. Золотые вазы, господи. Вон пушка, вон, по-моему, пушка золотая лежит, не кажется вам? Либо на нее отсвечивает, либо я хрен его знаю. Золотые статуи пошли. Да выстрели ты первым, блядь, снеси ему башку. После всего, что он сделал, а что, простите, он сделал? Наебал брата, а тебе что? На один, давай, переходи в нашу команду. Ты правому доверяешь? Не твое дело. К чему эти провокации, Нейт? Мы с Надин партнеры, а я всегда честен с партнерами. Встань туда. А вот вы с братом всегда злоупотребляли моим великодушием. Пытались обойти меня, и это будет вам хорошим... Что делаешь? У него на пистолете написано ОФ в кружке, по-моему, нет? Или Джефф? Ты делаешь просто невероятную глупость. Посмотри. Хватит, дурака. Ты что? Посмотри. Ну, смотрю. Два скелета. И что? Я мало что понимаю в истории. Это Эвери и Тью. Но даже мне ясно, кто это. Просвети нас. Это Эвери и Тью. Убили друг друга. Они убили друг друга. Ну, убили. Что теперь? Все, кто одержим сокровищем, получают свое. Что? Бросишь нас тут погибать? Я ухожу. А что с вами будет мне плевать? Надин! Мы схватим их сабли и будем сражаться. Надин! Надин! Вообще баба чокнутая. Просто сокровище под ногами. Бери и уходи. Че ты начинаешь выебываться? Женщина. Она ушла. Давай, помоги мне. Мы выберемся. Ну, нет. Так не пойдет. Помоги мне с Сэмом, а я помогу открыть дверь. Нет, я же не получу радости. Ну, я же сказал, что они схватят их сабли. Вот это, видимо, шпагатью. Нет, больно богатая. Наверное, Эвери. Спокойно. Давай потом как-нибудь потренируемся по фехтованию. Эй, заткнись уже! Рейф, но это уже слишком. Даже для тебя. А это не слишком. Натан Дрейк и вооруженный псих с личной армией на перегонки добрались до Шамбала. Ах ты ж. Натан Дрейк нашел затерянный город в сердце пустыни Рубель-Халиф. Ау, порезал больно. Дай вторую штабулю мне схватить, ёптую мать. Да хватит уже. Мы оба можем выбраться. Натан Дрейк сам отыскал Эльдорадо. Я не понимаю, когда надо влево, когда вправо уклоняться. Знаешь, я пристрелил парня, который так злит. Хватит. Я понял, ты меня сильно не любишь. Но всё это величие, Нейт. Пустой звук. Ты полный ноль. И я предлагал тебе уйти с дороги. Я пожертвовал всем, чтобы найти Эмери. И я не позволю парочке мелких ворюк, старому пройдохе и вышедшей в тираж репортерши, меня обойти. Сабли так вообще прям... Слушай, Рамзеса четвёртого такая штука. Всё, понеслась. Я на себе так дороги эти остолопы. Я отправлю их следом за тобой. Ангард, урод. Вот это дело. Ангард. Ну так, фехтовальщики готовят сыну к поединку. Тыкать острым концом. О, будет весело. Тыкать острым концом. Мой девиз по жизни. Да ты не нагай мне его, пинай. Пырни его нахуй. Чё ты делаешь-то, бля? Ну-ка, влагалище, блядь, ты дрейковское. Ещё один пропущенный и всё. Пойдём на корм рыбам. Так а ты-то чё такой вялый, блядь? Давай, ты же походу... Мастер-фехтовальщик, блядь. Блядь, Дрейк, вообще удары колхозные, блядь. Стоп, тебя. Стоп, больно? Поранился, дэй. А у тебя как дела, ублюдок? Что, подорожник приложить? Блядь, со всей пролетарской ненавистью Дрейк наносит твои удары. А он всегда с одной стороны бьёт, что ли, я не понял? Всегда справа? Да, смотрите, справа, справа. А я, блядь, слева пытаюсь блокировать и огребаю, потому что я не верю, что он может атаковать одной кнопкой постоянно. А, вот. Ударил с другой стороны, надо же. Да дайте мне управление, как в Дарк Соул. Все, я его быстро кувырками убью, ну. Блядь, это крутые, такое умное. Блядь, а почему я не успел? Хоть шкалу жизни бы нарисовали, сколько там его бить. Походу, надо три комбо подряд ему сделать, да? Вот третья. Блядь. Ну, вон, у него какие-то порезы уже появились, миниатюрные. Но Дрейк его постоянно пытается бить рукой, блядь. Чем угодно, только не этой саблей, ебаный. Сука, гамадрил, блядь, настоящий-то, Дрейк. О, боже, какой веселый поединок, ебаный насрать. Ничего веселее не видел, просто. Для финала игры просто лучшая сцена. Единственное, только что я как-то не воспринимал их как серьезных таких супер-врагов. Ну, не поделились сокровища, и что? Откуда такая ненависть-то смертельная у него к Дрейку? Зависть, что ли? Ну, с таким контроллером грации, конечно, вообще, блядь. Они уже повторяются, что надо сделать? Я ни хай не понимаю. В пиратских дуэлях я вообще днищу. О, ты там по Сэм уходишь уже. Сейчас все сгорит просто уже, там пожар все больше и больше. Я ж нажал, сука. Блядь, я даже говорить ничего не хочу. Я просто нахуй не верю в это происходящее. Как можно так долго, блядь, драться нахуй на саблях на этих сцанах? С сцеными тряпками бы еще подрались. Может, быстрее бы кого-то друг друга убили уже. О, Рэйв включил натиск. Блядь, серьезно? Сколько можно-то? На, ну, корабль просто сгорит, сокровище утонут, никто ничего не получит. У меня такое чувство, что мне надо какое-то количество времени продержаться. Вот она, вот она. Нет, ни хуя опять. Иногда у него комбо из двух ударов, иногда из трех. Я просто, блядь, не в состоянии угадать. Ну вот я отбил все три удара. Мне даже, блядь, вонтр атаковать не дали. Пиздец. Пиздец, какое говно. Пиздец, нахуй, дерьмо, ебаная. Блядь. Не бой, а параша конченная. Блядь, какое говно. Ёбаный в рот. Может, блядь, у меня игра зависла? Нет. Клоняйся, атакуй, ну! А это пиздец. А это пиздец. Давай, доминируй нахуй над ним. Чтоп тебе! У него, блядь, жизни-то какие-то есть вообще? Или он... Пиздец. Я ебал такие драки, бля, вообще. Ёбаный, смотри. Я его уже зажал в углу ринга просто. Черт! Да ладно, все, что ли? Ебать. Ну и говно. А, а, а че случилось-то? Блядь, ну, напишите мне в комментах, что это не говнище. Ну, блядь, пожалуйста. Я просто не нахуй... Вы, блядь, пиздец, нахуй, полная хуйня, блядь. А хуже ничего не видел, блядь. Какое дерьмо. Ебаный, блядь, Uncharted. 10 из 10. Хуё в жопу, блядь, Логвинову. 10 из 10 за это говно, блядь. Пиздец, ну, что за говнище, блядь, а? Ёбаный финальный бой. Ебать, какое говно. Подстать, блядь, всей игре, нахуй. Все, я долго терпел, но это полный пиздец, блядь. Ну, и че ты встал-то, блядь? Ну, че-нибудь, блядь, будет меняться вообще. Черт. Хватит оттягивать. Это уже что? Вот эти скрипты, че, в первый раз не работали, что ли? Ну, я ж, блядь, нажал, гандон ты, блядь. Ебаный дрейк, блядь, ты совсем охуел? Все, что он получил, это, блядь, три пинка, ебать. Снова активировался волшебный скрипт, непонятно почему, блядь. Все, живот, все. Как, блядь, эта драка работает, я вообще не понял. Да, полезный живот, блядь, не помеха, да? Давай, дай. Блядь, блядь, блядь. Так, блядь. Конец-то, блядь. Да, вот этот Найт Эндрейк, которого я знаю. Полный лох, блядь. Как обычно, полный лох. Да, фехтовать-то в наше время важное занятие. А это чья сабля? Досталось на блюдечке с каемочкой. Вот всё, кроме этого. И это моё. Всё моё. Хочешь сокровища, Рейв? Сейчас он метнёт его в мешок с сокровищами. А, нет, отрежу. Флавес Виктори! Я не хотел пинч. Давай, мы за всю игру не раз такую хуйню подымали. А, мы её подымали благодаря бицепсам Елены. Как так удачно упала эта балка. Застрелю тебя нахуй, чтоб ты не мучился, братан. Да, двушка стояла заряженная, всё это вынешно. Давай, давай, вода придаст нам сил, давай. Да, да. Побалка всплывала. Ты чёкнутый придурок. Надо такого не слышу, пошли. А как же... А как же уровень, где надо спасаться бегством с горящего корабля, бежать, когда всё рушится. Я с тобой. Ну а пещера-то почему, блядь, обваливается-то, ёб твою мать? Там взрыв-то взрыв. Обалдеть. О, Нейт! Нейт! Давай, помогу. да ну у меня конечно бомбануло во время этого фехтовального поединка ну во первых он состоит из каких-то блять просто неебически дебильных скриптов которые непонятно как работают во вторых от сверх положительности дрейка который не хочет убивать того кто его убить очень даже хочет и его и брата блять и дрейк все равно его до последнего не убивает блять как сан и бэтмен блять который дрочил блять все фильмы все комиксы никого не убил ни джокера ничего дошло до того что джокер уже убил его тёлку блять еще кого-то и во всем этом виноват был бэтмен который дрочил вроде все и от этой супер положительности уже тошнит блять просто может все-таки подбросить спасибо но я люблю летать с комфортом я на веслах ебты доблыл слами к тому же нам с ней о многом надо поговорить это точно и что больше не звонил среди ночи последний разок обещаю спасибо соли видимо нейтановский драг дилер и не пропадает будешь в городе с меня пиво это я запомню а потом кролик все равно сбежал и оставил много неожиданностей прямо у директрисы на кровати что и рассказываешь про твое увлечение фокусами придурок какой был псевдоним скажи великий нейт не понял что тут смешно его оправдание могу сказать он был и правда крут ну сэм знакомство с тобой было приключением пожмем руки ну нет давай-ка по взрослому присмотри там за этим и столом присмотрим после всего что случилось они лечатся блять тремя лейкопластырями одной повязкой и похоже за что-то тебя любит такое чувство что они отечественные бритвы брились блять они сокровища искали спасибо конечно но нет если ты боишься нас стеснить мы все дело совсем не в этом то есть и в этом тоже но просто я думал что после сокровища эвери я успокоюсь а я наоборот почувствовал внутри какую-то пустоту да знаешь каким бы классным не было приключения в итоге всегда это пустота и однажды надо просто выбрать что оставить себе а чего отказаться ну я пока не готов выбирать к тому же ты больше меня повидал древних городов и меня это напрягает так что я тебе парочка оставить ну спасибо ну что нам шаха а серьезно мы крутые это точно брат или стан не делай ничего чтобы не сделал я давай уже катись такси номер тысячи четырнадцать сколько там людей интересно население что у них тысячи машин какие планы в такси пока меня не втянули в это я работал над одним деловым предложением деловым опасно но с этими людьми всегда так а у меня как раз есть подходящий человечек для таких дел только что из тюрьмы вышел ну даже не знаю ему можно верить с заглядкой португальский знает cuando seo marido voltar para casa переведи когда возвращается твой муж сойдет пошли смешно нет правда неплохо какая интересная работа боже мой доброе утро это уж точно утро доброе бен ладан то бороду подстриг заметили нас большой контракт даже лучше сегодня я продаю джеймсон марин да ладно ага ух ты ну здорово тебя наверное можно поздравить пока нет но думаю все пройдет гладко покупатель жесткий но мы с ним поторговались и пришли к соглашению это прекрасно да а ты останешься нет 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 я хочу наконец расслабиться семьей побыть порыбачить опять же молодец что за улух все это купил ах ты купил хватит прикалываться я не прикалываюсь я не прикалываюсь ключи я ему уже отдал так это что ага серьезно нейт не сомневайся это будет очень хорошее уважение решайся в общем звоните ладно привет привет ты ты покупаешь джеймсон марин мы покупаем джеймсон марин ну окей ясно и нахера она нам зачем ну я слышала про какой-то затонувший корабль у берегов малайзии думаю для нас нет милая мы же еле выбрались живыми из либерталий да опять нелегальная работа ты знаешь чем это может кончиться ну почему нелегальная вот этим утром пришли разрешение да у меня там остались контакты они сумели утрясти для меня этот вопрос так кстати не пришлось никому на лапу давать и просто давать надеюсь тоже не пришлось руку протяни что руку протяни харкниш нет охренеть откуда это мармане у себя нашла монеточка и еще целую кучу кучу сам он такой ловкий да ты о чем конечно большая часть уйдет на эту покупку ну и на видео аппаратуру 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 да раз уж мы достаем этот корабль со дна морского надо взять команду все заснять и возродить мою программу милая как же наша нормальная жизнь думаю в своих попытках вести нормальную жизнь мы слегка перегнули слушай я поняла что я тоже я скучаю по приключениям и по нам скучаю и будет анчар тут пять и анчар тут шесть делать то что люби но только с этого дня мы все делаем строго по закону ясно и я отвечаю за всю съемку своей жутко дорогой камеры ух ты действительно все продумала ну так не то что ты лох но слушай если не хочешь только скажи и мы все отменим что нет 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 не будем лишать джеймсона его раннего выхода на пенсию это жестоко ну да но будет непросто как и все интересное ну что скажешь над андрейк почему нет но только я не работаю с бумагами где моя волшебная веревка я буду занята у меня аж будет камера она мне дайвинг я тоже занят блять лучше бы ребенка завели ёпта сколько можно тогда по очереди да или можем в игру сыграть серьезно я тренировался я уже крут уже скорость реакции только не в бандикуд господи давай 300 металл я не могу так с тобой поступить боишься продуть я ни капельки не боюсь по 10 балльной шкале как сильно ты боишься ну на троечку а по-моему там все 11 потому что я тебя сделаю да да боже это ладно все напросился блядский бандикуд господи даже стики не работают вот это лицо краша вот это вот охеревшая конечно давай 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 черт блять но почему почему он не собирает яблоки сразу как только разбивает яблоки ящики я еще должен потом на яблочко наступить что ли ничего что за мной валу нахеренный гонится надо поставить эмулятор плойки короче в бандикуд играть что за могильный крест идут повсюду они еще ездят хардкор хардкор да сучка и чё да пошла ты бандикуд блять трех яблок наверно не хватило ссаных собака ребёнок а вот их дочь ми 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 страшная блять хуй по ми в кого а хиха девочка где они эпилог да это некрполог уже такой ты не эпилог байк тинейчер что такое мам пап вы дома дайте по последней лохи и должны были не догадаться кто ее мама с папой чтобы это был сюрприз мода пока для самых отстающих в развитии еще у собаки размер ноги больше чем у меня по моему они нас бросили они тебе не сказали убраться в квартире к их приезду потом все тот же лет этот побольше мне кажется нужно срочно устроить вечеринку они даже не узнают до пригласим друзей в этот сральник мы сидим в маленьком кафе на оживленной гавайской улице и пьем пожалуй лучше эспрессо в моей жизни не нужно ничего делать никто нас не преследует странно это уйти на покой хорошо но странно сэм теребит меня мол скажи пусть к нашему приезду забьет холодильник хорошим пивом его слова не мои а еще он напомнил мне что ты проиграл спор причем нам обоим мы не курим уже 12 месяцев а я между прочим на кубе представляешь как тяжело мне быть тут паинькой но речь идет о кубинских сигарах наверно скажи девочкам что мы их любим передавай кесси чтобы достала нарды и подготовилась я требую реванша бугага увидимся через пару недель скучаю по всем вам ваш друг виктор девочкам это елена и кесси или у них две дочки вау вот этот домик ёп твою мамку сука это сколько же мне надо на летсплей чтобы такую же хибару купить нахер он тебе нужен если бы он не был в индии с этими индусами которые ездят ездят на поездах облепив их со всех сторон а это гостевой домик слушай а ты в школу вообще ходишь или ты это учишься математики пересчитывая кокосы тут вообще другие то люди есть есть кто никого нет шляпа индианы джонса так еда на месте его посчитай привет вики вики виктор салливан вики он же сказал в честь тебя собаку назову назвал смотри что вики искать а ну-ка где мама с папой давай ищи ну вот как ладно сама найду лодку не раскачивает не значит не там гостевой домик видимо да а это что такое шашлыки по ходу жрут шашлычная но не очень удобно сидеть правда в таких этих костыли некуда вытянуть факела у них то и ооо ооо сука живут же насосы а здесь их тоже нет ты как тогда просто подожду о криптонит ух ты хорошо очищена текстуры конечно всего остального просто поражает он разобрался мазер фазер камон что вы там прячете скелет в шкафу всегда прячут скелет салли постарел ему уже сколько лет 120 на смешные она уже на обложке от чего от шкафа не выйдет ничего не выйдет это все что он нашел за все части игр по ходу дискуссии как то жутко индиана джонс и хрустальный череп свинцовый череп мамкин мамкин дневник ух ты и Кивилин купила коллекционера... О, боже. У коллекционера первое издание истории пиратства и целую папочку документов 18 века. Среди них обнаружилось одно очень интересное письмо от некоего Джозефа Бернса, который не только признается, что был в команде Генри Эвери, но и упоминает огромную пиратскую добычу. Так и пишут. До хера! Раз он отправил это письмо уже из тюрьмы, значит сокровища при нем тогда не было. Так где же оно? Нужно проследить всю историю до самого начала нападения Генри Эвери на Ганг и Савай. Надпись на рисунке Джозеф Бернс. Надпись на карте. Последнее известное местоположение. Надпись над письмом. Что это за пометки нах? Ну, дальше что? В издании истории пиратства, которое купила Эвелин, есть текст, который не встречается в более поздних изданиях. Если мне удастся проследить путь Эвери, возможно, я смогу вычислить, где находятся его сокровища. Генри Эвери, 59-99. Так же известен, как Бенджамин Бриджмен. Опять эти евреи. Длинный Бен, король пиратов, верховный пират, печать, двоеточие, нету. Захватил корабль Ганг и Савай, полный могольских сокровищ и скрылся с добычей огромной ценности. Возможно, объединился с другими пиратами в районе Мадагаскара, чтобы продолжить нападение на корабли. Стоит обратить внимание на Томаса Тью, погиб в бою. Ричарда Уонта, Уильяма Мейса и других. История пиратства известна преувеличениями и банальным враньем. Однако, правды на этих страницах куда больше, чем думает большинство. Куда он отправился? Карта без понятия. Корабль, на котором находился Бернс, сбился с курса во время шторма, после чего его и схватили в районе Панамы испанцы. Не повезло. Эвери очень хорошо запотывает следы. Чувствую, что этот путь меня никуда не приведет. Ясно, что единственная надежда найти сокровище. Эвери, это наш дорогой Бернс. Нужно побольше узнать про Панаму. Отметки на карте по часовой стрелке справа верхнего угла. Баб-эль-Мандебебский пролив. Что? Баб-эль-Мандебский, блядь. Баб-эль-Мандебский. Это не там, это яхьядлая кудаль. Извергся, блядь. Против захвата Ганги-Савая. Остров Риньон. Здесь делили сокровища. Встреча с Адамом Булдриджем. Адамом. Адамом, блядь. Остров Вознесения. Остановка за Провиантом. На Сосау. Залегли на дно под протекцией губернатора Николаса Тротта. А Шотландия, 699-й, последнее известное местохождение Эвери. Не туда листаешь. Не туда ты своими листалками листаешь. Что это за часы у нее такие, блин? Господи, у нее мама с папой миллионер, а она какую-то херню носит. В письме Бернсу упоминается самая высокая башня в Панаме. Сохранилась более или менее лишь одна испанская тюрьма. С башней, пожалуй, лучше всего начать поиски там. Первая проблема, панамское правительство построило новую тюрьму рядом со старой. Но это начало игры. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да, блядь, дохуя текста очень. А на этой фотке маленький Нейт со своим братом в шлемах. Ну-ка. Ну, они на Polaroid тогда просто фоткались. 3, 2, 1. Кто прав, я прав. Всего хорошего. Это папа? Да, это папа. Блядь. Какая идиот. Чтобы леснуть страницу вправо, надо нажать влево. Это так классно. Сик парвис магна. Великая начинается с малого. Почему-то в тексте столько тонкостей всяких, там, совпадений наклона текста. А чё же они, блядь, над своими, над своими вот этими ловушками и загадками и сюжетными поворотами игры так не... Так, как это, как это, кропотливо не работали. А тут что? Чего? Что, чего? О, чёрт! Чёрт! О, Нейтану 40... 50, наверное, уже. Мы всё погрузили. Идём? Мне тут нужна ещё минуточка. Зачем? А чё это с Еленой? Это другая Елена какая-то, походу. Мне надо... Врядь... Что такое, Касси? Ладно. Не злись. Говорю же, не злись. Ключи. Ну? Что ты видела? Да ничего. Как будто ты в молодости кокаином торговал, ты заебал. И с каким-то испанским сокровищем. И с ружьём. Да. Да. Видишь ли, твой папа хороший человек, но за свою жизнь он убил... Он убил тысячи. Она ещё не готова. К чему? К этой вашей хрени в шкафу? Хрень в шкафу. Манеры? Да, манеры. Пардон. Ну что я поделаю, если у вас там реально скелеты? По крайней мере, череп вот лежит серебряный. Вообще-то, я ещё не готов. Правда. Нейт? Пора ей рассказать. Да, пора, конечно. Да, в каждой перестрелке мы убивали человек тридцать, не меньше. Она сейчас старше, чем были тогда вы, Сэм. Это было другое дело. Так, слушайте, если у вас там были какие-то тёмные делишки, я могила. Я уже достаточно взрослая, чтобы знать. Взрослая. Ой, блять. И сколько тебе? Ха-ха, смешно. Мам? Ладно. Так, ну, в общем... Как-то мне позвонил парень. Якобы с какой-то великой исторической сенсацией. И я сразу поняла, что он жулик. Да, красивый жулик. Я тогда его даже не видела. Но просекла. Сразу. И этот жулик говорит. Оплатишь расходы, и я найду тебе гроб Фрэнсиса Дрейка. И, между прочим, выполнил обещание. Да, завёл нас в лапы индонезийских пиратов. Да, брос, ты же знаешь, это не моя вина. Да, стоп, тайм-аут. Так, говорите, на вас напали пираты, когда вы нашли гроб Фрэнсиса Дрейка. А дочка-то не очень сообразительная, да? Да, типа того, да. Брехня. Манеры. Врёте. Лучше. Ладно, я слушаю. Знаешь, солнце светит, лодка ждёт, ветер попутный. Хочешь продолжение? Расскажем на борту. Пошли. Погоди, а какой он был Дрейк? Жуткий? Вообще-то, его там не было. Да, только его дневник с карты пути к Эльдорану. Золотой город? Это по легенде. На самом деле, это была проклятая статуя. Да ладно, честно? Серьёзно. Но до этого ещё другое. Сначала, когда мы не разомнили. Да, ну, концовка, конечно, достойна франшизы. Действительно, именно так должны заканчиваться игры, в которых частей больше трёх. Четырёх, пяти. Что в конце должно быть что-то вот такое вот. Которое оставляет внутри пустоту, как сказал Дрейк. Отлично, вообще. Лично рад всем напомнить. Напомнили, что все стареют. Браво. Ай, ну что, блин, музыка-то так заорала. Ладно. Скорее всего, у этого музла есть правообладатель. Ну, короче, такая игра, как сказать, геймплей. Ну, блин, ну, если, ну, вот, ладно. Финал, отлично. Финал 10 из 10. Но только ради финала 10 из 10, и встая все игре вообще смысла нет. Она полна глупостей. И детской, детских наивности, я бы сказал, наигранности каких-то, условностей полно. Ну, геймплей тоже не шедевральный. Можно целый обзор делать по этой игре. Почему она не заслуживает 10 из 10. Но только потому, что это финал франшизы, которую все помнят и любят. Ну, как все, те, кто удосужился купить себе третью плойку, а потом и четвертую. И они играют в эти игры уже последние лет, сколько там, шесть, наверное, да, не выходят, а то и больше. И, да, вот они увидели этот финал и действительно сказали, это 10 из 10, это крутизна. Ну, а человек, который не проходил предыдущие части и просто поиграл вот в эту, он скажет, ну, что даже Лара Крофт местами была лучше. Вот в плане геймплея так точно ни разу не хуже. Но, впрочем, я еще подумаю, может быть, я все-таки сделаю какой-то что-то типа обзора, где покажу и расскажу, что именно... Ну, ничего нового, скорее всего, те, кто смотрел прохождение, в принципе, наверное, там и не услышат. Ну, да ладно. В общем, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, все как всегда. И все такое.